Автобус с родственниками погибших защитников объехал все кладбища Григориополя. К месту захоронения каждого бойца сегодня принесли свежие цветы. К могиле сына пришла и Светлана Михайловна. Говорит, Андрей был очень добрым человеком. Он и погиб из-за своей доброты, перевязывая после боя раненого врага. Бой закончили и должны отходить. И вдруг слышит, отходит ихний солдат вражеский, кричит раненый. И он подходит, не выдержал. Он очень добрый этого крика. И подходит, и понимаете, делает ему обезболивающий укол, перевязывает. И ихний БТР летит. Летит и стреляет на ходу. Прошил зажигательные пули. Обожло его все в сердце, в грудь, в лицо. Он такой красивый был. Цветы сегодня возлагали на всех кладбищах Григориополя, где похоронены защитники Приднестровья. А в центре города провели небольшой митинг и отслужили литию по погибшим. Это история. Без истории ни одно государство, ни одно общество существовать на сегодняшний день не может и не смогло бы. Если мы не будем передавать поколениям, то усилия по воспитанию будущих поколений будут напрасны. Родителей погибших защитников республики глава района пригласил на встречу. Обсудили проблемы, с которыми сталкиваются пожилые люди, оставшиеся без кормильцев. Одно из решений – укрепить связи союза память и руководство города. За месяцы необъявленной войны в защите республики приняло участие 525 жителей Григориопольского района. 12 семей потеряло отцов, сыновей, мужей. Сегодня в Григориопле вспоминали каждого из них. Степан Бугаев, Александр Чабан. Первый республиканский.